Всем привет! Наконец-то появилось свободное время и мы вернулись на наш канал с новым обзором. В этом видео мы расскажем вам о новой модели ASIC от компании What's Miner M30S. Мы рассмотрим особенности этого устройства, заявленные производителем характеристики и проверим их в режиме реального времени. Также после полученных результатов мы проведем расчет рентабельности данного устройства и сравним его с другими актуальными моделями ASIC, которые присутствуют сейчас на рынке, либо уже анонсированы и известны их заявленные характеристики. Итак, начнем. Особенности устройства и его внешний вид. На самом деле никаких кардинальных особенностей нет, привычный для всех нас форм-фактор, корпус устройства, 3 хэш-платы, 2 вентилятора, встроенный блок питания и контрольная плата. Никаких отличий по сравнению с предыдущей моделью M20S нет, единственный момент, все это выглядит намного больше и имеет достаточно приличный вес в 11,5 кг. Ну что ж, перейдем к заявленным характеристикам. Производительность 88 ТХ, соотношение потребления к хэшрейту 38 Вт на ТХ, заявленное общее потребление при такой производительности 3344 Вт. Конечно же, производитель заявляет плюс-минус 5% отклонения от данных параметров. И второй момент, это то, что все эти данные актуальны для температуры окружающей среды, то есть воздуха, 25 градусов по Цельсию. Ну что ж, проверим эти данные. Ну что ж, вот мы и запустили устройство, и оно уже вышло в рабочий режим. И сейчас мы посмотрим на его параметры. Итак, потребление из розетки. У нас 3643 Вт. Ну а сейчас мы посмотрим хэшрейт. Итак, веб-интерфейс самого ASIC обновляемся. Смотрим на хэшрейт. У нас 90,67 ТХ. Здесь у нас ниже указаны температуры чипы. И еще указано потребление по прошивке. Сейчас в таком режиме 3504 Вт. Напомню, здесь потребление указано самого ASIC без учета КПД блока питания. Как мы видели, из розетки он потребляет немного больше. Итак, у нас есть все необходимые данные. И мы можем перейти к расчету окупаемости. Для этого мы воспользуемся калькулятором, который находится на нашем сайте bixbit.io. Переходим во вкладку калькулятор. Сразу по умолчанию у нас стоит алгоритм СХ-256. Он нам и нужен. В поле хэшрейт мы вводим полученную ранее нами производительность устройства. Это 90,72 трахэша. Мощность из розетки это 3643 Вт. Ну и соответственно стоимость электроэнергии. Мы принимаем 4 цента за киловатт-час. Итак, калькулятор нам посчитал. Мы берем монету, конечно же, биткоин. И в столбце воздушное охлаждение смотрим, сколько же долларов в день будет приносить нам на сегодняшний день ватсмайнер М30С. Это 7,27 доллара. Сейчас мы посчитаем, за сколько же дней окупится наше устройство. Напомню, что на данный момент стоимость Асика М30С на официальном сайте ватсмайнера составляет 1950 долларов. Итак, мы провели испытания и зафиксировали все интересующие нас показатели. Провели расчет рентабельности устройства и сравнили его с другими моделями. Результаты расчетов вы можете видеть в таблице, из которой видно, что Асик М30С имеет довольно высокую производительность. Это и хэшрейт, это и энергоэффективность, и соответственно окупаемость. В следующем ролике мы покажем вам погружение М30С в иммерсионную жидкость и его разгон. Также мы покажем обещанный ранее Асик М20С, который мы уже погрузили и разогнали, и он уже несколько месяцев работает у нас в лабораторной ячейке. А на сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok